Добро пожаловаться! Разъясните проблему проверки счетчиков. Здравствуйте, вот вопрос такой. У нас два подвала идут параллельно, да? И два входа в них. Обстоятельные ответы. А как? Вы не могли бы нам посоветовать? Я могу очень коротко сказать, что... На коммунальные вопросы. Очень сложные вопросы. Это вопрос, наверное, не домоуправления и даже не жильцов. Я понял вопрос. Да, спасибо. В законе написано очень четко. Председатель правления Центра собственников квартир Сергей Сидорко. На вопрос у меня было без господина Сидорко. Я могу его задать? Не было ни одного случая, когда долги приступили. У меня к вам вопрос. А к кому вы хотите предъявлять претензии? В программе «Добро пожаловаться». Вот таков наш закон. Всем здравствуйте, добрый день. Очередной понедельник. Мы начинаем программу «Добро пожаловаться». И жаловаться действительно можно и нужно. По телефонам прямого эфира. 67212-93-9, 67213-93-9. Если у вас есть вопросы, какие-то непонятные вещи, связанные с коммунальным хозяйством, есть какие-то, возникают проблемы, ради бога, звоните, делитесь своими какими-то мыслями, вопросами, непонятными какими-то соображениями. И наши эксперты с удовольствием ответят на ваши вопросы. Сергей Сидорко и Эвер Гонтарев примут максимально, в общем-то, четко, полно и со всей ответственностью отнесутся к каждой вашей проблеме. Также можно писать. Я напомню, что можно писать на номер WhatsApp. И таким образом тоже мы получаем ваши письма, ваши заметки, ваши послания. И обязательно озвучиваю я их в эфире. И дальше уже наши уважаемые эксперты принимают решение, вот как ответить на вопросы. Добрый день. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Наверное, может быть, начнем с актуальной проблемы бури, которая сейчас гремит-гудит. Вот как вообще подготовить дом? Насколько, с какими проблемами могут столкнуться жильцы многоквартирных домов, или, может быть, даже индивидуальных домов из-за такой сильной бури? Какой ущерб она может нанести? И, ну, сразу вот как с этим ущербом дальше? Кто его, может, тогда дальше возмещает и все это этим занимается? Если говорить об ущербе, то надо страховать. Другого варианта нет. Если ущерб может возникнуть в результате стихийного бедствия, единственное, что может спасти и индивидуум, и дом целиком, это страховка. И первое, что я могу сказать сразу, что нужно было бы сделать, это всем проверить свои лоджии и балконы на предмет того, что нет ли там чего-то, что может легко выдуть ветром. Чем вы можете нанести ущерб при себе и соседям, вообще прохожим. Сергей, извините, тут просто пришел звонок сразу, может быть. Мы пока переключимся, вдруг человек как раз в тему. Здравствуйте. Здравствуйте. Да. В предпоследней передаче был задан вопрос. В счете РНП с 9 сентября 2021 года была строка коррекции электроэнергии. В этом году опять появилась строка от 9 января в счете РНП. тоже коррекция электроэнергии с предоплатой и с ПВН. Может быть вы теперь уточните и объясните нам, почему это так происходит. И кто утвердил эту расценку и на каком основании. И в курсе ли об этом регулятор. Спасибо за внимание. Спасибо. Не знаю. По-моему, за неделю можно было бы позвонить в РНП. Но не скажем мы, почему РНП как конкретному дому выставляет такую позицию. Извините, пожалуйста. Я бы посоветовал позвонить в РНП. Туда легче дозвониться, чем на РНП. Извините, ради бога, Сергей, что перервал. Я просто хотел уточнить, может быть, сразу. А вот что покрывает страховка? И когда люди страхуют свои имущества, на какие пункты обратить внимание, чтобы не случилось так, что вдруг этот страховой случай окажется вне зоны покрытия страховки? Страховка – это дело достаточно индивидуальное. Здесь могу сказать только две вещи, на которые нужно обращать внимание. Во-первых, нужно смотреть, что является страховым случаем. В результате чего наступает страховой случай? Это первое. Второе. Как правило, не страхуются крыши. Протечка с крыш, как правило, не страхуется. Это вообще известный факт. Это по умолчанию. Если течет крыша, то страховое возмещение не полагается. Ну и еще есть один такой момент по умолчанию. О нем никто не говорит, но страховая компания вправе предполагать, что собственник здания в данном случае или помещения полностью соблюдал все нормы и правила, предписанные нормативными документами. Если в случае страховки, допустим, он обнаружит, что там был пожар, требования пожарной безопасности по датчикам, по, скажем, проверкам дымоходов и так далее не были выполнены, то он вправе отказать. Это в общем случае. Описать конкретно. Тут нужно садиться уже конкретно со страховым агентом, решать, что включается, что нет. Но стихийные бедствия, как правило, результаты и газы подлежатся возмещению. Вот мы как раз остановились на том, что нужно проверить лоджии и балконы. Действительно, очень сильный ветер может легко сдуть там горшок, который стоял на балконе или на лоджии на краю или что-то, ну какие-то другие тяжелые предметы унести просто. Ну и следующий момент, на который, ну я не знаю, чем сейчас уже помочь, это состояние крыши. Особенно это опасно, по-моему, для крыш коньковых, то есть с косом, который имеет покрытие. Вот тут сильный ветер может наделать бед. Это основные моменты. Ну а дальше это падение деревьев и всевозможных конструкций, плохо закрепленных или имеющих большую парус. То есть такие рекламные щиты, близко стоящие деревья, возможно, плохо закрепленные столбы. Ну это основные источники опасности. Айвер, у вас есть что-то добавить или к этому списку? К стихии, да, нет, что добавить. Просто нужно внимательно читать всегда вот эти страховые полисы. Так как Сергей уже упомянул, что они индивидуальные, да, и часто, как стандарт, это так называемые форс-мажорные обстоятельства, их нужно внимательно прочитать, потому что у вас полис будет, например, по стандартному полису, там будут исключены как раз-таки какого-то рода риски, которые возникают из-за форс-мажорных обстоятельств. Да, и тогда нужно читать, что под этим страховщик подразумевает. То есть то, что написано как обычно мелким шрифтом, или даже не написано мелким шрифтом, а сказано, что там читайте какие-то общие правила в нашем сайте. Так что страховка хорошая вещь, но тогда нужно понять, от чего вы хотите застраховаться. Тогда вот страховку именно создавать под то, что вы хотите. С последнего опыта самое частое, что в том числе в новых проектах страхует, это свою гражданскую ответственность, не вот такие форс-мажорные обстоятельства, а именно вот свою ответственность. И при том, что есть уже такие полисы, где страхуется и весь дом комплексно также, и все ответственности, которые есть в доме. То есть это ответственность управляющая, и перекрестна также по отношению к владельцам, перекрестна их ответственность. То есть если управляющий что-то не сделал, или один из владельцев квартир что-то не сделал, и что-то потекло, утекло и так далее, тогда вот такого рода риск компенсируется. Но опять же так, как Сергей уже упомянул в начале, это индивидуальная услуга. Из этого нужно понять, что вы хотите застраховать, от чего, и тогда внимательно читать условия, в том числе общие, чтобы быть уверенным, что вы именно это и застраховали. У нас есть звонок из прямого эфира. Здравствуйте. Еще раз здравствуйте. ДРНП не дозвониться, не достучаться, на заявление письменно не отвечают. Они сидят как в бункере. Ну, давайте еще раз пройдемся. Этот вопрос у нас звучал в эфире. И на письменные заявления они должны отвечать. Просто по закону они должны отвечать. Так что задайте вопрос им письменно, и получится письменный ответ. Нужно ли где-то такого рода тарифы подтверждать в регуляторе еще что-то? Ну, пока непонятно с вопроса. Скорее всего, нет, так как тариф на электроэнергию там или биржевая цена, или фиксированная цена. Сам алгоритм фиксирует регулятор, но не конкретная позиция в вашем счете. Здесь может помочь только ваш дом прав и письменное заявление к РНП. Еще один звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Я по страховым компаниям. Нужно иметь сайт. Я за удачу страховые компании. Я, например, такие точно знаю, что такая как БТА, ничего не выплачивает за страховые случаи. А вот ИФ вроде выплачивает, но она дороже берет. Вот надо эти данные точно опубликовывать и жуликов выявлять. Спасибо. Асим, ну тут мы не будем обсуждать, наверное, конкретные какие-то компании, потому что каждый случай там индивидуальный, мы, может быть, не знаем каких-то всех подводных камней, которые были в каких-то разных случаях. Ну, в данном случае это звучало сразу. Вот одна дешевая компания, а страховка, а другая дорогая. Ну, здесь уже предполагается ответ. Чем дешевле страховка, тем меньше страховых случаев застраховано. Может быть, так можно рассуждать. Поэтому взвешивайте, что вы хотите получить и насколько оправдана страховая премия по отношению к вашим ожиданиям. Потому что если вы думаете, заплатив евро и получить страхование на все, вряд ли получится. Ну и усердствовать слишком не надо, потому что можно застраховать там невозможные вещи и платить за это. Все-таки сойдемся на том, что это индивидуальный вопрос, и его нужно отговаривать. Еще вот пришло письменно у нас вопрос. Здравствуйте. Вопрос к господину Сидорко. Как вы в своем кооперативе боретесь с незаконно установленными решетками на общей лестничной клетке? Есть ли закон, обязывающий их демонтировать? Ну, начнем с того, что есть правила пожарной безопасности, которые говорят о том, что нельзя отягощать эвакуационные пути, а лестничные клетки, проходы, коридоры, лестницы это все является эвакуационным путем. Их нельзя отягощать или менять сечения и так далее, ставить преграды. Это нельзя. Это правила пожарной безопасности. Это первое. Второе, как бороться, сносить. Сносить, потому что на самом деле, если надеяться на какие-то властные институты, то вряд ли. Единственное, что мы делаем, мы предупреждаем владельцам о том, что это против правил пожарной безопасности, это нарушение безопасности. Сообщаем муниципальной полиции о том, что люди совершают административные правонарушения, мы будем его устранять. И в присутствии муниципальной полиции эти незаконные сооружения сносятся. То есть нужно приглашать обязательно представителей полиции? Каждый решает сам. Может быть, мы обычно, часть людей самостоятельно сносит. Нужно понять, почему это люди делали. Люди делали, чтобы каким-то образом была еще какая-то дверь или препятствие ворам, чтобы попасть в свою квартиру. Здесь, по-моему, не взвесили все варианты взаимодействия и все задействованные лица в таких, такого рода проектах, домах и где построены эти решетки. Потому что по тем же нормам противопожарных, противопожарным нормам, да, можно же, мы это видим и в всех новых офисных зданиях, и в новых жилых зданиях, и в торговых центрах, где есть дверь. И на двери есть такая горизонтальная, большая, как бы, как рукоятка, да, которая при нажатии, которая открывается. Так что здесь, я думаю, нужно подумать, пообщаться со всеми людьми, которые задействованы в этом процессе. И, может быть, нужно все же, можно все-таки найти решения, при которых и соблюдаются нормы противопожарной нормы, и также вот берется во внимание желание людей все же себе еще ограничить чем-то, да, но чтобы угречь себе от воров. Я думаю, что такую же конструкцию, еще раз так, которая уже применяется и в новых проектах, и в офисных зданиях, ее можно создать, но она должна быть не с навесным каким-то замком, который не открывается, и в случае пожара его не открыть, да, а которая система, которая в ситуации пожара, да, она будет скрываема. Как это сделать? Нужно думать, но такие, скажем так, опыты есть. Просто вот нужно решить. То есть, если то, что понастроено сейчас, она в 99,9% это понастроено, к сожалению, но незаконно. И с кем не согласовывая, и противовес всем нормам, которые есть по противопожарной опасности, да. Но можно ли придумать что-то, что не влияет? Наверное, можно найти нормы. Ну как, правила пожарной безопасности предусматривают, что если ты хочешь что-то построить в эвакуационном проходе, ты должен сделать проект и согласовать с пожарной службой и с ГУЛВА. Никто этого не делает. Это первое. Второе. Когда мы говорим о проходах эвакуационных, то в принципе есть специальные расчеты, которые в свое время подтверждались, извините, кровью, о том, какой ширины должен быть проход. 90 сантиметров. 90 сантиметров. Айвов, извини, немножко ты уже опоздал. Это 90 сантиметров, это же проемы дверей, сейчас уже метр. Так что здесь ты немного опоздал, а потом это условия паники, это неквартирные двери. Это первое. Второе. Ну меня немножко удивляет аргумент, что это защита от воров. Подходишь, у человека две сейфовые двери стоят, и он ставит еще на проход банальную решетку с обычным замком. Ну, сопоставьте. Если уж вы так боитесь за свое имущество, так эффективно его защитите. Возьмите, подключите охранную сигнализацию, поставьте видео. Ну, масса способов есть, как можно уберечь, попытаться уберечь свое имущество. А самый лучший способ это застраховать. Ну, а мы берем, ставим. Ну, я не знаю, я на самом деле, дело в том, что проблема первая, то, что ставят обычные решетки, как правило. Проблема вторая. Если ставят двери, то когда ты прорываешься через эти двери, там черти, что творится с точки зрения пожарной безопасности, потому что этот коридорчик превращается в холомушник для очень нужных вещей. И третье. Это все забирается на ключ. Вот представьте. Ночью отключено электричество, пожар происходит, и попробуй ты этим ключиком попади в замочную скважину. А в условиях паники, когда на тебя нацветают твои соседей. Ну, мы сами себе готовим печку для сжигания, и после этого думаем, что можно что-то сделать. Сомневаюсь, что что-то можно сделать. В старых проектах точно ничего. У меня вот вопрос еще дополнительный. Вот если мы говорим про проход 90 сантиметров, очень многие хранят, например, велосипеды, прикрепляют... Нельзя. 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 Я еще раз повторяю, это общая фраза. Нельзя загромождать эвакуационные проходы. То есть ни детская коляска, ни велосипед, ни даже ваш любимый сундучок или чемоданчик, ничего там нельзя. Но если кто-то не верит, ну попробуйте себе ночью устроить учение. Задымите это помещение, закричите поща пожар и посмотрите, как вы будете пробираться через свет. Это страшное дело. Это заканчивается редко очень, слава Богу, но заканчивается всегда очень плачево. Еще один момент загромождающий, это растения, например, комнатные растения, которые часто... То же самое. Нельзя. То же самое. Ну вот эта вся дискуссия, для меня похожа на дискуссию, а можно ли ездить на автомобиле без того раза. Ну вроде можно. Я опытный водитель и скоростью заторможу. Я просто задаю к тому вопросы, что это самые классические, то есть очень часто жильцы выставляют комнатные растения в проходах, загромождают, хранят там велосипеды, прикрепляя их к перилам лестничной клетки и много-много других вещей, которые, в общем-то, кажутся нам безобидными на первый взгляд, но... В общем, все это... Проход должен быть свободным, чистым и без каких-либо выступов. И даже запрещаются перепады по высоте. То есть там порожки, ступеньки создавать тоже нельзя. Потому что это опять-таки фактор, который при определенных условиях может работать против человека. Водители принудительно заставили страховать свои автомобили. Ждем теперь закон о принудительном страховании домов. То есть возможно ли... Ну, сформулирую это как вопрос. Возможно ли, чтобы было принудительное страхование жилища? Я думаю, что да. Издать закон о том, что необходимый каждый собственник должен страховать. Там другой вопрос. Какие риски? Ну, я не вижу здесь... Я не знаю, а юрист? Я нет. Я могу сказать, я не вижу здесь препятствий. Я не вижу здесь препятствий, потому что на самом деле это было бы, наверное, полезно. Хотя, не знаю, я 20 лет работаю, но не было у меня ни одного случая, когда я мог бы применить страховку, который... Те, что не было такого случая, который предусмотрен в страховом полисе. Но это же не значит того, что этого не может быть. Слава богу, что не случилось. Ведь страховка берется не на тот случай, что обязательно случится, и мы за счет этого окупим свои затраты. Страховка берется на тот случай, если не дай бог, что это случится. Еще один вопрос из прямого эфира. Здравствуйте. Здравствуйте. Я небольшая, так сказать, ремарка по поводу письменных ответов. Никто не отвечает. Пиши, не пиши. Несколько раз писала в Рижскую думу в департамент сообщения насчет 16 автобуса вот этого, который я постоянно говорю. Несколько раз писала. Никаких ответов нет. Автобус идет переполненный в ковид. Переполненный битком еле можно утром зайти в 7.20. У нас такой есть маршрут. И удивляюсь, мы все удивляемся, что в ковид, когда у нас такая ситуация тяжелая, Рига Сатексмы отправляет вот такие вот, не комплектует вообще общественный транспорт так, чтобы народ мог не просто сидеть, стоять нормально. Мы же заражаем все друг друга и потом удивляемся, почему у нас такие высокие показатели по ковиду. Спасибо. До свидания. Спасибо. По-моему, один раз мы уже отвечали на вопрос, как правильно составить письмо, на которое обязаны ответить. Я думаю, что если вы хотите всерьез обратиться в какую-то институцию самоуправления или государство, нужно первое пользоваться электронной подписью. на сегодняшний день это не проблема. И второе, это все-таки в конце своего письма или заявления добавлять фразу «прошу ответить мне письменно по такому такому. Потому что если такой добавки нету, то вполне можно отвечать, скажем, условно-условно». то есть другого воздействия, я не знаю, на департамент, ну и на мэру можно жаловаться. – Хорошо. Ну, надеемся, что, в принципе, мы ответили на этот вопрос, и слушательница или воспользуется этими советами, или, может быть, ну, действительно может пожаловаться вышестоящему начальству. Еще один вопрос пришел. Доброе утро. Такой вопрос. Если в доме нет бедрибы, могут ли жильцы снять дом с баланса самоуправления и доверить эту процедуру уполномоченному лицу? – Могут. Если кратко, то могут. Бедрибы, на самом деле, вопрос-то тут немножко-то не из баланса. Баланс – это дело условное, а дело в том, чтобы принять управление на себя, да, вы можете доверить любому полномоченному лицу – физическому, юридическому или группе лиц. Это вы все можете сделать. Это не препятствует. – То есть нет никаких препятствий, нет никаких тут хитростей, просто… – Просто собираете собрание, решаете, что вы делаете, кому вы прокачаетесь. Единственная хитрость, которая есть, если вы хотите, если я правильно понял вопрос, взять управление домом на себя, только при таком решении вы можете снять его с баланса Рижской думы, если так вы уже говорите, то в этом случае нужно одновременно сразу говорить, кто будет управлять вашим домом. Это связанное вопрос. – Тут единственный нюанс, что поскольку дом не перенят, что с баланса Рижской думы, тогда нужно строго-настрого соблюдать всю процессуальную порядку. И этот порядок вы можете найти в домашней страничке «Майок львидес департамент», там есть и образцы, и расписанная инструкция, потому что документы будут перепроверять, соблюдали ли вы все процессуально, и МВД, и потом ИПШУМ департаменте. Потом только поступит на стол мэр города, с которым он своим решением будет передавать этот дом. Так что будьте любезны, просто ознакомьтесь, свяжитесь с МВД насчет консультации, потому что из-за запятой может получиться так, что будут дотягивать передачу вам на полгода, на год, всякие случаи были, где говорили, что у вас тут что-то не в порядке, тут что-то не в порядке и так далее. То есть при снятии дома с баланса Рижской думы будьте любезны, соблюдайте порядок процессуальный, это сэкономит ваши нервы и ваше время. Вопрос, наверное, или сомнения про это, может или нет, это идет с исторической редакции закона, где раньше было сказано, что если бедребы, тогда может 51%, и если там полномочное лицо, тогда там было 75%, по-моему, процентов, но это редакция закона давно как поменяли, и сейчас нету разницы, на кого вы меняете. Вы меняете на бедребу, на сразу другую управляющую компанию или на полномочное лицо. Еще раз таки, просто берите во внимание все процессуальные нормы, чтобы они были соблюдены. Спасибо, еще один звонок из прямого эфира, здравствуйте. Здравствуйте, я вот по управлению домами, я в свое время был старшим по дому, и на радостьх пришел в Риверснаму по Орловнице, после 75% голосов жителей, и мне везде отказывали, никакой информации, говорят, а где у вас полномочия, у вас нет полномочий, никакой информации, ничего не делали, поэтому говорите, пожалуйста, о правах, что нужно старшему по дому, какие иметь полномочия, на ремонт и какие там, без собрания собирать, суммы должны быть и прочее, прочее. Рассказывайте подробнее об этом, люди ничего не знают. Спасибо. Вы уже неоднократно говорили, что в протоколе, если вы становитесь не старшим по дому, потому что я не знаю, кто такой старший по дому, уполномоченная персона, юридически это звучит уполномоченная персона, которая назначается собранием собственников квартир, у которых есть два вида деятельности. Одно – выполнять задания, уздаваться, это, значит, люди могут, сказать, поддерживать контакты, еще что-то собирать, собрание и так далее. Это действия, которые не связаны с принятием решений. И второе – это уже именно доверенность или полномочия, как мы называем по-русски, пилно-руэнспалатические – это решать вопросы от имени собственника. И в протоколе, если он идет, то можно написать. И в том числе можно там написать и так, поручить такому-то рассматривать сметы и утверждать там в пределах таких-то сумм. Это можно сказать. А если вы хотите, чтобы вам доверили выбор поставщика услуг, то тогда нужно писать 75% голоса. Туда надо писать, что Пинлород, такую-то персону, выбирает поставщиков таких-то услуг, там перечисляются в таких-то денежных пределах, ну и так далее. Чем более подробно будет написана эта доверенность, это в этом решении, тем больше у вас будет прав. В РНП, насколько я знаю, очень часто смотрит так. Вам, как ставшему, получается там смотреть, обсуждать и так далее, но не записано, что вы имеете право распоряжаться или принимать решения по использованию денежных средств вашего дома. Они на это ссылаются, говорят, у вас нет. Идите, делайте еще одно собрание. Поэтому очень тщательно нужно подходить, если вы уже становитесь, вы фактически берете на себя функцию управления дома, поэтому этот протокол должен быть сформулирован очень тщательно и очень подробно. Еще один звонок. Здравствуйте. Добрый день. Вот я постоянно слушаю вашу передачу. Вот у меня такой, я была тоже старшим 12 лет, как вот последняя звонившая, да, у меня создается впечатление, что кроме вашей передачи для собственников и для звонящих нету другой организации. Для них участка нету, они не имеют понятия. Это я по нашим собственникам квартиры тоже говорю. Ну, в общем, странный народ, который вам звонит, который звонит еще счетчиками дел. Ну, сколько можно говорить на эти темы впустую и время тратить. И вот последнее, я хочу сказать, что все права и полномочия определяются на собрании. Что имеет право у полномоченной дома делать? Какие договора и на какую сумму дается ему право подписывать? У меня была определенная сумма, там 20 тысяч евро. Выше я не имела права подписывать. Может быть, вы или отмените вот это самые встречи, да? Ну, я Сидорку уже исключаю из этого списка как специалиста высокого класса. Ну, что вот Айвер пришел? Он проработал три года. Что он сделал для домов? Вот 12 лет, пока существует РНП, дома разваливаются. Никто не следит, как будто бы инженеров нету, нету, которые контролируют дары или... Тут прервался у нас звонок, но я думаю, что просто сейчас, наверное, Айвер может рассказать о своем опыте управления не только в РНП, но и в других организациях. Про РНП могу рассказать. Моя цель была восстановление домов, перенять тот опыт, который есть в Эстонии. И я лично организовывал всякого рода встречи старших дома и заинтересованных лиц по реновации именно домов. Восстановление домов, так это назовем. Везли и в Эстонию конкретных людей из министерства, чтобы принять их опыт по именно восстановлению домов. И в мое время за два года я был председателем правления. Мне было принято, если я правильно помню, 160 решений по восстановлению домов. Это рекордное число за такое время. То есть ни у кого до этого и после меня такое количество голосований за восстановление домов не было. В том числе там порядка 10 домов было восстановлено в мое время. И это была моей целью. Дальше то, что мне политики не дали реализовать мою программу в течение пяти лет. Была специальная программа по восстановлению лифтов раз. И по смене всех счетчиков на отдаленно считывание два. Это была моя программа. Это то, что я успел сделать. И вот то, что как политики новые приходят, так сразу и меняют всех. Несмотря на то, что есть какие-то программы, не перенимают их. И просто начинают все заново. Из этого вот. А все остальное, там структуры и так далее. Ну, я надеюсь, те, которые работали со мной, могут про это что-то сказать. Создавал систему такую, которая мотивирует работать людей, чтобы люди могли больше получать на своем рабочем месте. Не смотрели налево, направо. Не всегда благодарил людей. Да. В том числе на праздники и так далее. Про это пускай мои сотрудники, бывшие коллеги, говорят про меня. Так что вот так. Вот почему я пошел в РМП. Это чисто было из-за того, что я видел большой потенциал города Рыги. О том, что нужно перенимать те знания, которые есть у таких кооперативов, как у Сергея, по восстановлению домов, по установке считывателей воды электронных и дистанционных, дистанционных, да, по учету тепла, по регулировке тепла. То есть внести тот прогресс, который был необходим. Да, еще даже успели разработать аппликацию, чтобы вся необходимая первая информация для жителей, она была бы доступна. Но, как я вижу, по РНП до сих пор уже сколько лет, два года больше, двух лет уже прошло. Меня отменили, да. Но никому это не интересно, да. Там какие-то удобства жителей. Я смотрю, что никто этим не занят до сих пор. Так что, ну вот, что до этого я делал. Ну, я немножко скажу тоже. Не надо быть встреча, что специалисты, не специалисты. Насколько я в курсе, Айвер начинал свою карьеру, как один из работников агентства приватизации. Участвовал в начале и достаточно длительное время в организации процесса приватизации муниципальных квартир. После этого он работал в управлении недвижимостью коммерческой. После этого он создавал частное домоуправление с нуля и закончил это создание тем, что там вошло больше двухсот домов. Так что не надо говорить, что вот вы видите один какой-то кусочек, я человек и поверхность осудил. У каждого есть свои сильные и слабые стороны, и каждый заточен под своем. Поэтому давайте задавайте вопросы, попытаемся ответить. И еще хочу сказать, мы не организация, к сожалению. Меня однократно предлагали. Ребята, давайте собственники квартир создадим ассоциации. Давайте будем создавать общественную организацию, которая будет концентрировать на себя все вопросы, все нужды и все, скажем, юридические вопросы, которые необходимо решать. И защищать себя или представлять себя в определенных органах, в том же Сайме, в той же Юридической Думе и так далее. Но реакция на сегодняшний день только одна. У нас нет организации, которой можно было бы что-то решать. Когда мы предложили, я в Фейсбуке в свое время предложил, давайте соберемся, мы дадим помещение, мы дадим юридическую поддержку, давайте создадим ассоциации. Знаете, сколько пришло человек, там есть такая тусовочка анти-РНП называется, там много людей зарегистрировано, пришло двое. Причем один из них просто полюбопытствует посмотреть, что будет происходить, второй узнать, что будет происходить. Вот и все. Поэтому я могу сказать так, если вы хотите какой-то реальной защиты или реального представления своих интересов, защищаться нам неоткуда. Нам нужно просто-напросто представлять свои интересы, сформулировать их, в чем наши интересы заключаются, в чем наши потребности и последовательно работать с властными структурами. То надо создавать общественную организацию. Так это все будет только разговоры отдельных людей. У нас есть еще один звонок. Здравствуйте, пожалуйста. Доброе утро. Доброе. Ну вот это слушательница. Вика считает, что передача бесполезная, пусть не слушает. Я считаю, я думаю, многие, что это одна из тех редких передач на Болткоме, где есть польза. И господин Сидорко, и я, Ивар, все-таки, нам, как сказать, в нашем доме очень пригодились их советы, и мы что-то, как сказать, все-таки сделали. А то, что дома разрушаются, извините, это каждый в дом отвечает сам за себя. Там кто-то со стороны инженера не будут проходить, проверять ваши дома. Если у вас там нет таких людей, которые хотят что-то делать, так это уж ваша проблема. Извините. Спасибо. Спасибо. Вот, да, не вопрос, скорее, а комментарий. Вопрос вот тут есть, но я смотрю, что просто время у нас заканчивается. Просто, может быть, я озвучу, чтобы человек успокоился, что его вопрос прозвучал в эфире, а мы можем посвятить этому началу, может быть, следующей программы. Спрашивает слушатель, чем отличается ситуация при обслуживании домов в Латвии с ситуацией в Литве, Эстонии, Польше, Белоруссии? Ну, то есть, вот, есть ли какие-то нюансы, есть ли какой-то, я понимаю, позитивный опыт этих стран, которые, может быть, можно было бы использовать? И вообще, как решаются там вот эти такого рода вопросы? Очень хороший вопрос. Будет где развернуться на следующей передаче? Тогда мы, наверное, ну, просто, я смотрю, уже осталась там минута с небольшим, поэтому тогда на этот вопрос мы ответим в следующей программе. Я поблагодарю наших сегодняшних экспертов, Сергей Сидорко, Айвар Гонтарев, которые отвечали на ваши вопросы. И до следующей, до следующего понедельника, до следующей передачи. Всего доброго, до свидания, спасибо. На одной волне с городом.